Это Вести Утро. Карачаева, Черкесия. В студии Альбина Курачинова-Кенжева. Здравствуйте. Традиционно начинаем выпуск с прогноза погоды. В Черкесске ночью и утром кратковременный дождь, днем без существенных осадков. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 5, плюс 7, днем плюс 14-16 тепла. Сегодня день возрождения карачаевского народа. С праздником жителей Карачаева-Черкесии поздравляет глава республики Рашид Темрезов. Для нашей многонациональной и многоконфессиональной республики, в которой чтят все памятные даты, этот день в числе особо значимых. Ведь за ним 14 лет испытаний, потерь и горести, которые пришлись на долю карачаевского народа. Тем искреннее наша благодарность старшему поколению, благодаря которому народ выжил и каждый год в дружной семье народов Карачаева-Черкесии отмечает этот праздник. Особенно ценно то, что были спасены от забвений язык, традиции и культурное наследие народа. Следующие поколения приняли эстафету и достойно продолжили дело предков. Дорогие друзья, наша прекрасная Карачаева-Черкесия никогда не была бы такой, какой мы ее знаем сейчас. Без вклада каждого народа, живущего здесь в нашем общем доме. И так же, как много десятилетий веков назад, сегодня мы должны плечом к плечу продолжать общее дело и созидание и развитие во благо нашей малой родины и России. В Черкесск приехал Евроцирк Шапито. Артисты удивляют всех гостей оригинальными номерами. Козелка на то ходит, словки и акробаты, летающие гимнастки под куполом цирка, веселые клоуны, умные животные и плюс ко всему хорошая музыка. Это было интересное и незабываемое представление. В этом убедилась и Альбина Ламкова. Гимнастка удерживает очарованные взгляды всех гостей под куполом Евроцирка Шапито. Приковало внимание зрителей и ловкие манипуляции жонглера. А какой же цирк без клоуна? Он периодически развлекал гостей своими забавными номерами. Все его действия вызывали один лишь смех. Интересные задания предусмотрел и для детей. Атмосфера в зале была веселая. Все были заинтригованы. Одна эмоция сменяла другую. Два часа пролетели незаметно. Динамично, весело и интересно. Удивляли не только артисты. Их красивые костюмы. Но и умные животные. Представительная Джемма! Джемма – единственная медведица, умеющая кататься на моноколесе. Это неудивительно, так как эти животные – самые умные и образованные, говорит о них с восхищением ее дрессировщик. Если бы они не были хищниками, они были бы самыми нашими ближними друзьями. Водили бы автобусы, троллейбусы, трактора. Удивительный трюк демонстрирует козел. Отработали свою часть представления и обезьянки. Каждый из артистов цирка старается представить свой номер особенным. И даже робот. Нет больше мероприятий в нашей жизни, на которые можно взять ребенка с собой, папа, мама, бабушка, дедушка и дети, и пойти все вместе. Есть в цирке иностранцы. Отис – эквилибрист на стульях. Приехал из Кении. Вместе с акробатами цирка демонстрируют динамичные трюки. Держал всех в напряжении необыкновенный железный человек. И его экстремальное выступление – погнуть железо и поднять груз. А еще выдержать на себе автомобиль весом 3,5 тонны. Аплодисменты зрителей еще долгое время удерживали артистов на арене цирка. Это бомба. Такого восторга я не ощущала давно. Мы постоянно посещаем с детьми, но таких эмоций мы получили, наверное, впервые. Просто шоу уникальное. Альбина Ламкова, Мухаммед Ашебоков, Вести, Карачаево, Черкесия. На этом я прощаюсь с вами. А через несколько минут в эфир выйдет информационный выпуск на карачаевском языке. Затем вашему вниманию будут представлены программы карачаевской редакции. А в 14.30 смотрите Вести с Муратом Джанкезовым. Удачного дня и до встречи в эфире.